Кустанайские туристы, отдыхавшие в Турции, настолько были под впечатлением от прошедшего отпуска, что по прибытию домой, не распаковывая чемоданы, отправились в туристическую компанию «Гульнартур», где и приобретали путевки. Как рассказывают отдыхающие, проблемы начались еще 20 мая, в день, когда они должны были улетать в Анталию. Рейс откладывали несколько раз, в итоге люди улетели на четыре дня позже. В общем-то, об инциденте можно было и забыть, ведь отпуск все-таки состоялся. Но, возвращаясь обратно, туристов ждал очередной неприятный сюрприз. Мы узнали, что мы будем в Астане выходить. Мы надеялись, что они, может, самолет есть, потому что самолет в 8 утра летит. Может, как-то переиграли. Оказалось, ждет нас не сам представитель, я как понял, это какой-то их не может работник, но он представлялся просто, я наемник автобуса. Я нанял автобус, типа, все. И мы у нас, вот, не хотите, не едьте, вы будете здесь сидеть. Пять часов перелета до Астаны, больше десяти часов порядка мы ехали в автобусе. Ребенок грудной, без кормления, без горячего питания, это было очень тяжело. Это неблагодарно, я считаю, это несправедливо, так относиться к детям. Тем более, у нас не один маленький ребенок. Мы очень разочарованы. Самое тяжелое, это было вот эти 12 часов ехать назад домой с Астаны. Просто в таком автобусе, по такой дороге, это вообще просто как... Ну, не по-человечески, они отнеслись, короче, своим туристам. Возмущению туристов не было предела. Каждая из семей путевка обошлась по меньшей мере в 2000 долларов за неделю отпуска. И большинство из них покупали эти туры именно из-за удобного прямого авиаперелета. Мы оплатили самолет до Кустаная, но нам не было оплаты. Они нас засунули в автобус. Эту компенсацию с этого автобуса они забрали себе в карман. Это раз. Испорченный отпуск, вот это нервы. Мы хотим вернуть свои деньги полностью за перелет, полностью компенсацию тура. Именно с такими требованиями люди пришли в туристическую компанию «Гульнартур». Руководство кустанайского филиала такого визита явно не ожидало. А все претензии обещала рассмотреть только в письменном виде. Каждый турист может написать претензию. То есть претензию, жалобу, как это будет выглядеть. И мы отправим все в Алмату. А если вы не напишите, ты бумагой? Это будет ваше право. Вы пишите, мы отправим в головной, они будут там рассматривать. То есть это все будет рассматриваться там, не тут. Кустанайский филиал – это только филиал. Головной у нас в Алматы. Они будут рассматривать это все в индивидуальном порядке. Как нам сообщила Жулдыс Кумарова, заместитель директора филиала туристической компании «Гульнартур», все проблемы, возникшие с перелетом что в Турцию, что обратно, произошли по вине авиаперевозчика и властей Турции, которые изначально не давали разрешения на посадку. Обратно, почему задержка произошла? В связи с тем, что это по техническим причинам. В связи с тем, что вот эта цепочка произошла, задержек, и вот она образовалась, получается, и в связи с этим первого числа самолет не мог вылететь с Анталии в Кустанай. Поэтому мы были вынуждены посадить своих туристов на Астану. Мы предоставили трансфер полностью всем туристам с Аэропорта Астаны до Кустанай. В головном офисе туристической компании «Гульнартур» в телефонном разговоре нам сообщили, что турфирма в произошедшем своей вины не видит, а условия договора были выполнены. Мы выполнили свои обязательства. Может быть, не в том объеме, так как мы первоначально обещали, за это мы приносим извинения. Но, тем не менее, до Астаны мы выполнили перелет, из Астаны мы вывезли автобусом наших туристов. Кустанайские туристы намерены написать жалобу в прокуратуру, а возврата денег и моральную компенсацию за испорченный отпуск, если не удастся договориться, будут добиваться в суде. Боржан Ержанов, Евгения Финько, РТН.